МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире информационная программа новости Старооскол в студии Ольги Шалыгина. Здравствуйте! Все спецслужбы Старого Оскола сегодня утром прибыли на железнодорожный вокзал, где была обнаружена бесхозная сумка. Угроза не подтвердилась. Как оказалось, один из пассажиров электрички забыл пакет с вещами. На сегодняшний день в списке жертв коронавируса уже 616 жителей региона. За минувшие сутки печальную статистику пополнили два человека. Это 82-летняя скольчанка и 60-летний житель Алексеевки. В регионе COVID-19 выявили еще 83 человек. Наибольший прирост отмечен в Белгороде – плюс 33, и в Старом Осколе – плюс 17. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 36 222 человека. Выздоровевших – 32 299. Госпитализированы 869 пациентов. 24 из них находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Вакцинацию от коронавируса прошли около 200 тысяч жителей региона. В микрорайоне Макаренко планируют возвести две многоэтажки. Сдача домов и эксплуатацию намечена через полтора года. 9-ти и 14-ти этажные дома построят на месте пустыря, расположенного по соседству с техникумом агробизнеса, кооперации и сервиса. Возвести жилые здания намерена компания ООО «Специализированный застройщик» Большей Строинвест. Застройку микрорайона обсудили с местными жителями. За ходом опроса общественного мнения наблюдали представители администрации. Инициатором опроса общественного мнения о возведении двух многоэтажек в микрорайоне Макаренко выступила компания ООО «Специализированный застройщик» Большей Строинвест. Согласно концепции, новые дома органично впишутся в уже существующую архитектуру района. «Проектируемые жилые дома соответствуют условиям градостроительной среды, в которой они расположены, являются высотными доминантами и точками визуального притяжения. В отделке стен будет применена особо прочная декоративная штукатурка по утеплите, покраска в бело-серо-желтую гамму, что придает легкость и выразительность этим объектам, домам. На выборе материала, отделке и цветового решения фасадов здания был сделан особый акцент, который в будущем будут использоваться на капитальном ремонте существующих домов, что потом образует такой гармоничный и единообразный облик микрорайона». 9- и 14-этажные дома возведут на заброшенном пустыре в микрорайоне Макаренко, расположенном по соседству с техникумом агробизнеса, кооперации и сервиса. Всего 152 квартиры, одно и двухкомнатных, площадь жилья от 30 квадратных метров. Предусмотрено строительство большой парковки, современной многофункциональной детской игровой площадки с безопасным прорезиненным покрытием, озеленение прилегающей территории с высадкой более 250 декоративных деревьев и кустарников. За соблюдением процедуры и ходом опроса общественного мнения наблюдали представители администрации, начальник управления архитектуры и градостроительства Сергей Мещеряков и его заместитель Тамара Радченко. «По нашим данным, изначально там планировалось строительство общежития среднепрофессионального учебного заведения. Ориентировочно это 2000-е годы, которые были по разным причинам реализованы. То, что там появится новое благоустройство, озеленение и благоустроенная современная дворовая площадка, я считаю это, естественно, положительным. Есть смысл делать, создавать, делать среду комфортнее, чтобы людям, прежде всего люди, чтобы было удобно, комфортно, и этот микрорайон только расцветал». В публичных обсуждениях приняли участие 108 старооскольцев. За реализацию проекта проголосовали практически единогласно 106 человек. «Мы несколько раз встречались с общественниками, с этого микрорайона, близлежащих домов. И первая встреча, она была очень с бурными обсуждениями. Все эти вопросы были сняты до слушаний, мы на все ответили. Сегодняшняя вот такая скоропостижность и практически единогласность – это результат нашей работы с людьми, прожимающими по соседству с этим участком». Ольга Шалыгина, Алексей Грачев, Ирина Чуликова, 9 канал. В Старооскольском МФЦ заработала криптокабина. Снять отпечатки пальцев и оформить 10-летний загранпаспорт теперь можно быстро и без очередей. За время тестового периода с помощью криптокабины документы уже оформили первые 10 старооскольцев. Внешне криптокабина напоминает фотобудку. Благодаря уникальному программно-техническому комплексу 10-летний биометрический загранпаспорта можно получить и в МФЦ, а не только в полиции. «Вообще-то создатели криптокабины предполагают, что каждый справится с ней самостоятельно. Но на деле пока без помощи специалиста не обойтись. Можно вас, пожалуйста?» Цифровая фотокамера, сканер документов и отпечатков пальцев, бестеневое освещение – все, что нужно для того, чтобы оформить загранпаспорт самостоятельно. Это уже вторая криптокабина в области. Первая находится в Белгородском МФЦ. «Подать заявление можно в любом МФЦ области. Приехать, снять свои биометрические данные уже можно будет по выбору либо в Белгород, либо в Старосколу». Заполнить анкету, получить индивидуальный штрих-код, по которому криптокабина идентифицирует личность, помогает специалист МФЦ. Буквально через пару минут при помощи голосовых подсказок и текста на экране собираются все необходимые данные. «Кабина соединена напрямую с системами МВД. То есть ваши защищенные, закрытые данные сразу уходят в их систему, сразу попадают на проверку сотруднику МВД и в госзнак Москву. Документ, паспорт вас впечатается, передается опять там, где снимали, либо в Белгород, либо в Староскол, и активируется она опять же через криптобиокабину». С помощью криптокабины за гран-паспорта получили уже 10 староскольцев. «Стоимость получения заграничного паспорта через МФЦ полная, то есть госпошлина – 5000 рублей для взрослого человека, для ребенка – 2500, в то время как через квартал госуслуг, когда вы самостоятельно заполняете анкету, все самостоятельно делаете, она со скидкой идет 30%. Там 3500 – взрослый паспорт и 1600, кажется, в детский». В скором будущем, обещают разработчики, можно будет заполнить заявление на гран-паспорта на госуслугах, а в МФЦ только сдавать биометрические данные, что значительно ускорит и удешевит процесс. Возьми моду беречь природу. Более ста мешков мусора с берега реки Аскалец собрали неравнодушные к проблемам экологии староскольские школьники и студенты, участники «Эко-квеста» лицом к городу. Самые активные по итогам уборки получили подарки от компании «Промагра» – 50 упаковок колбасок для барбекю. На пути к чистоте их не остановят ни свинцовые тучи на небе, ни дождь, ни ветер. В назначенный час на пляже в микрорайоне «Юность» собрались студенческие команды шести учебных заведений Старого Оскола. Вместо обычной уборки ребятам предложили стать участниками «Эко-квеста» – организаторы игры, управления по делам молодёжи, Центр молодёжных инициатив и молодёжное правительство. Суть квеста в том, что мы соединили несколько площадок. Это и «Эко-Пленэр», который проходил у нас в рамках президентского гранта, когда помимо собирания мусора это ещё фиксировалось либо на рисование, перекладывалось в искусство, либо в фотоискусство. И помимо этого ещё и соединили соревновательный момент среди учебных заведений по сбору мусора. Ещё и решили провести игры на убранной территории. Чистые игры начались с уборки. За час командам необходимо было собрать как можно больше мусора. Побережье реки Аскалец – тихий уголок. Сюда с удовольствием ходят на шашлыки и рыбалку. Правда, после отдыха редко кто за собой убирает. Повсюду следы пикников. Всего за час добровольцы собрали больше ста мешков мусора. На самом деле меня очень волнует вопрос экологии, потому что всё-таки это наша планета, и мы должны ухаживать за ней. Погода, конечно, не очень радует, есть небольшой дождик, но настроение очень хорошее. Мне понравился этот дух соревнования и как-то подбадривало. Не заметила, как час прошёл. Собрали очень много мешков, и они были достаточно тяжёлые. Это было очень весело, энергично. Во время уборки ребята собирали и складывали в отдельный пакет пластиковые крышки. На вырученные средства будут приобретены саженцы деревьев. Пока организаторы считали и взвешивали мешки, участники «Эко-квеста» приступили ко второму заданию. Ребята соревновались в быстроте, выносливости и ловкости. Играли в перестрелку, любимую с детства забаву. Придумали всё очень ярко, красочно. Мы сначала собирали и крышки, и мусор, потом ещё и такая развлекательная программа. Очень интересно, очень понравилось. В будущем хотелось бы, чтобы так чаще проводили субботники. Абсолютными победителями «Эко-квеста» стала команда индустриально-технологического техникума. На втором месте – техникум агробизнеса, кооперации и сервиса. На третьем – в ИПИ. Вместе они собрали 250 килограммов мусора. За свои труды ребята были щедро вознаграждены. Компания «Промагра» приготовила подарки для самых активных участников – 50 упаковок колбасок-барбекю. Ольга Шалыгина, Алексей Грачёв, Ирина Чуликова, 9 канал. Готовы ли к труду и обороне после пандемии белгородские семьи? Узнали сегодня на стадионе труд. Семейный фестиваль сдачи нормативов комплекса ГТО собрал 19 команд из 19 муниципалитетов. Бег на 60 метров, подтягивания на перекладине, отжимания, метание мяча, поднимание туловища из положения лёжа. Забег на 2000 метров для женщин и на 3000 – для мужчин. За каждое из упражнений участники получали баллы. Семья, которая наберёт наибольшее их количество, будет представлять Белгородчину на Всероссийском фестивале в Ставрополе. У нас представляет 4 человека в каждой семье. Это ребёнок по положению у нас участвует девочка-мальчик 9-10 лет, затем мама-папа обязательное условие, и представитель старшего поколения – это дедушка или бабушка на выбор. Старая Оскол представляла семья Колесниковых. Они заняли четвёртое место в общекомандном зачёте. Победителями фестиваля стали шебекинцы. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. В студии Мария Шелепова. Здравствуйте. Управление погоды в Черноземье переходит к высокому циклону северного происхождения, который намерен неспешно кружить методично нагнетая холодный воздух с Баренцева моря в регион. Погода станет ветреной. Пройдут коротковременные дожди с грозами. В отдельных районах не исключается град. По данным Гидрометцентра, 24 апреля в Старом Осколе переменная облачность. Кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днём около 10 градусов выше нуля. Ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Ночью плюс 5, плюс 8. Атмосферное давление 744-747 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова